Здравствуйте! Прошла неделя и программа «События культурной жизни» снова с вами. Сегодня в выпуске. Шанель в музее Пушкина. Ансамбль Дмитрия Покровского «Ночь в Галиции». Пиковая дама в Большом. В мире моды есть то, что сегодня называется популярным словом бренд. Брендами стали имена модельеров, чьи вещи престижны и для большинства недосягаемо дороги. Шанель в этом ряду. С той разницей, что ее имя не просто торговая марка, ее имя легенда. Ради этой легенды, разборчивый в предпочтениях Музей изобразительных искусств имени Пушкина, отказывается от своего законного академизма и предоставляет залы суетному искусству моды. Коко Шанель чутко улавливала идеи, витающие в воздухе, и материализовала их. Но, как всякий большой художник, она умела заставить всех смотреть на мир своими глазами. Фактически она представитель вот такой творческой мысли 20 века. И это удивительно, как она легко переходит от искусства к повседневности, от каких-то ультрамодных идей к вещам старым, и всегда остается действительно на пике популярности, как мы видим это и сегодня. Оглянитесь вокруг или просто поглядите в зеркало. Как бы вы ни были консервативны или даже безразличны к моде, в вашем облике наверняка есть что-нибудь придуманное и узаконенное Шанель. Маленькое черное платье, брючный костюм, трикотаж, который до нее использовали только для белья, твидовый ансамбль, короткая стрижка, яркая помада. Это очень необычная выставка, которая проходит в Пушкинском музее. Она состоит из пяти больших разделов, твид, в котором мы находимся сейчас, черное, красное, в Венеции, пески. Автор идеи выставки – французский куратор Жан-Луи Фрамон. Это была его мечта – соединить в одной экспозиции разные эпохи и уровни культуры. И даже разные способы воздействия на чувства, вплоть до обоняния. А как, представляя Шанель, обойтись без ее знаменитых ароматов, разбрызгиваемых здесь дважды в день? Как обойтись без соединения в одном пространстве несопоставимых вещей? Наконец, как изменить само пространство музея, подчинив его причудливой логике фантазии? Музей Пушкин откликнулся на такое удивительное приключение. Для нас это было очень интересно – реализовать такую совершенно художественную фантазию. Эта идея показать не творчество Шанель как таковое, не ее платье, не сделать биографическую выставку, посвященную историю самой Шанель, но показать историю идеи, то, как они преломляются в ее творчестве, и как они проходят в творчестве других современных художников и художников старых школ. Одна из главных ценностей нового искусства и искусства моды в том числе – свобода. Свобода творчества, раскрепощенность современной женщины. В сложном сочиненном пространстве экспозиции встречаются, обмениваясь энергией, минимализм Родченко и роскошь византийского золотого шестья, авангардистские инсталляции и классическая живопись XVIII века, духи Шанель и икона, подаренная ей Стравинским. И точно так же в творчестве самой Шанель уживались демократизм Джерси и богатство бриллиантов, практичность вида и изысканность мехов. Такова Коко Шанель – символ эпохи ломки стереотипов, утверждения новых идеалов и идолов. Один из изих идолов – мода, заявивший претензию на равноправное место в ряду высоких искусств. Сорокалетие своего творчества на псковской земле отмечает в этом году народный художник СССР Петр Павлович Осовский. Картины должны служить людям, считает мастер, и преподнес несколько даров крупнейшим галереям Псковщины. Более подробно об этом событие в сюжете Екатерины Купреевой. «Пушкин и земля Псковская» – таково название постоянной экспозиции Петра Павловича Осовского в научно-культурном центре «Пушкинские горы». Коллекция живописи и графики – более 40 работ в постоянной экспозиции – дар художника. Отдать свои картины людям без материальных и меркантильных мыслей – эта идея пришла Петру Павловичу, потому что интерес зрителей к его творчеству на псковщине давно перерос в признание. «Как мне быть с работами, которые я создал за многие годы, отсутствие мастерской, у меня же нет сейчас мастерской, у меня же в лесу или мастерской, я тут сижу в своей собственной гостиной, в своей доме, то вот этот вопрос стал больно, куда мне устроить те вещи, которые я считаю удачными». Вывод напрашивался сам собой – после 40-летнего творческого служения псковской земле работы художника должны остаться псковичам. Полотна Осовского вошли в Золотой фонд российского искусства, находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и музеев мира. А в этом году коллекции работ мастера обогатили Псковский художественный музей, Музей истории города Печоры и Музей Пушкинского заповедника. Кстати, открыть галерею в Пушкиногорье работами именно Петра Осовского в свое время мечтал еще и в легендарный хранитель Семен Степанович Гейченко. Он посетил московскую мастерскую художника примерно четверть века назад. «Сказал, как же ты четверть века на псковской земле работаешь, и ничего не было у Пушкина. У Пушкина я был еще в 1958 году совсем молодым, проездом. Но к Пушкину не прикасался. Ответил я ему так. А что, Семен Степанович, мне писать, когда там достоянно мало очень». И тем не менее, результатом разговора было то, что Осовский действительно стал думать о Пушкине. Два года поэт провел в ссылке в имении родителей в селе Михайловском, написав здесь многие знаменитые произведения. В годы войны усадьба была уничтожена, а затем кропотливо воссоздана неутомимым собирателем наследия Пушкина Семеном Степановичем Гейченко. «Асфальтовые дорожки, восстановленные домики, хорошо покрасанные, и домик няни, и Пушкинский дом, и Петровская, и Тригорская». Размышляя, художник пришел к выводу, что подлинное Пушкинское – это земля и небо, которые, в отличие от конкретного пейзажа, немало не изменились за два столетия. Асфальтовский внимательно изучал линию земли, ее тело, часто приезжая в Пушкинские горы суровой зимой, чтобы видеть местность безрастительности. «Это тело земли, и Пушкинское, истоверное небо, и были тем коментоном, от которого я отталкивался». Так появился целый цикл работ, посвященных Пушкину. «Сомнения и думы», «Памятник поэту», «Москва, я думала тебе». Художник не только подарил эти полотна Псковской земле, но и сам сделал экспозицию, принял непосредственное участие в ремонте залов и галерей, еще раз подтвердив свою приверженность подлинным традициям русского искусства, которое всегда призывало к подвижничеству и духовности. Для ансамбля Дмитрия Покровского новый сезон – юбилейный. Коллективу исполняется 35 лет. Фольклорные программы и авторская музыка, совместные проекты с джазовыми и академическими исполнителями, словом, все, чем интересны покровцы, услышат их поклонники. Когда-то ансамбль Дмитрия Покровского устроил переворот в расхожем представлении о русском народном пении. «Послушайте, что мы привезли из фольклорных экспедиций. Настоящие здесь, а не у хора Пятницкого», – доказывали музыканты. Следующий этап начался с исполнения знаменитой свадебки Игоря Стравинского и продолжился сотрудничеством с современными авторами. «Сейчас у нас как раз будет «Ночь в Голице» композитора Владимира Мартыновна, стихи Хлебникова и текста русалочих закличек, который известный фольклорист Иван Сахаров подслушал в свое время непосредственно от русалок. Сочинения Мартынова Покровцы всегда исполняют с ансамблем «Опус-Пост» Татьяны Гринденко. От певцов требуется необычно напряженная вокализация и впрямь русалочья. Инструменты должны звучать так, как будто они в руках деревенских музыкантов-самоучек. Природное, мощное стихийное начало выражено и стихами Велимира Хлебникова. Самый первый раз «Ночь в Голице» мы исполнили в 96-м году. То есть это было еще при жизни Дмитрия Викторовича. Он заказал композитору это произведение. То есть после того, как мы исполнили свадебку, у него всегда был интерес к современной музыке, но вот ему хотелось уже исполнить непосредственно написанное только сейчас произведение и специально для ансамбля. Если слушатель сразу примет условия игры, его сначала хорошенько напугают, наведут морок, завлекут в ночной хоровод. А когда кончится эта колдовская ночь, успокоят светлой пастушей песенкой. Этот концерт был частью фестиваля «Амплитуда». Амплитуда проектов самого ансамбля. От выступлений в Королевской опере Лондона до фольклорных экспедиций в Подмосковье. Представьте себе, и там покровцы до сих пор находят свежий материал. Основатель и многолетний руководитель ансамбля Дмитрий Покровский ушел из жизни в самом расцвете творческих сил. О верности коллектива намеченному им пути наша рубрика «Монолог». Свадьба, которая стала таким отправным моментом для нового витка развития ансамбля, которому привел ансамбль в 1994 году Дмитрий Покровский, которого, к сожалению, уже столько лет нет с нами. Но он вывел ансамбль на этот новый уровень, показал, что ансамбль может петь не только фольклор, а и современную музыку, и что народная манера пения, народная энергетика позволяет петь любую музыку, если она хорошая, если она интересная, и эта музыка будет становиться только лучше. Я думаю, что он, конечно, только радовался бы, видя и слыша о том, где сейчас звучит свадебка. Это филармонические залы, это Ковенгарден, это лучшие залы нашей страны. В общем, мы стараемся как-то держать марку и идти вот в том русле, в котором всегда шел ансамбль. Это фольклор, как источник, как опора, как база, это авторская музыка, и это различные выходы в другие жанры, в театр, в джаз, еще куда-то, ну не знаю, может быть, еще куда-нибудь выйдем. Владимир Баранов-Рассинэ, художник русского зарубежья, чье творчество стало доступно нашему зрителю сравнительно недавно, благодаря двум выставкам в Петербургском русском музее и Третьяковской галереи. Он был авангардистом, и такая репутация мешала его известности в советское время. Тем не менее, нет в мире человека, который не был бы знаком с одним из его творений – камуфляжной раскраской. Новая выставка художника представлена в Музее личных коллекций. Лейб Леонид Шулем Вольф, Владимир Баранов, Даниэль Рассинэ. Вся эта россыпь имен – один человек. Живописец, рисовальщик, скульптор, изобретатель. Многоликость и широкий разброс интересов были в его натуре. После учебы в Одессе и Петербурге в 22 года он переехал в Париж. В интернациональной художественной колонии Улей Рассинэ усваивал азы европейского авангарда. Разнообразные измы можно было бы изучать по его работам. Это дало основание одним критикам называть его гением многообразия, а другим – упрекать во вторичности. Но все, что художник заимствовал, он делал своим. Как, например, кубизм, соединенный с цветовыми поисками орфизма. Период здесь представлен достаточно, с одной стороны, узкий, но, с другой стороны, для Баранова Рассинэ, наверное, самый интересный. Этот период – десятилетие, начиная с 1907 года. После Франции была Норвегия, возвращение в 18-м в Россию и в 25-м снова Париж. И в результате – разбросанность произведений художника по частным собраниям и малая их известность. Впервые показаны на выставке скульптурные композиции, смело соединяющие цвет, объем и неожиданные фактуры. Мне кажется, специфика данной выставки в том, что, и отличие ее от достаточно большой выставки, которая проходила несколько лет назад в Тековской гуде, это в том, что здесь собраны действительно вещи, которые находятся в частных собраниях. И более того, многие из этих вещей приобретены относительно недавно на самых значительных аукционах, на распродажах русского искусства, у Содби, у Кристи. Цвет был не просто страстью Росины, что неудивительно для живописца. Он был и объектом приложения, и его исследовательских интересов. Отсюда и изобретение камуфляжной раскраски, и создание цветомузыкальной установки «Оптофон», а еще он придумал фотохронометр для анализа качества драгоценных металлов и аппарат для газирования воды. И, возможно, удивил бы человечество еще чем-нибудь. Но в 1944 году судьба припомнила Баранову Росине его первое еврейское имя. Он умер в Освенциме. Большой театр открыл сезон оперной премьерой. «Пиковую даму» Чайковского с 1891 года ставили в театре 9 раз. О том, какой получилась новая десятая по счету постановка, рассказывает Елена Яшина. Главные действующие лица здесь, пожалуй, не исполнители вокальных партий. У всех, кто ждал новую «Пиковую», на устах были два имени. Режиссер Валерий Фокин и дирижер Михаил Плетнев. В опере необходим режиссер. Другое дело, что функции режиссера, его задачи и в результате его работы не то, что сложнее, чем в драме, но она совершенно другая, по многому другая. Она отягощена целым рядом знаний специфических, в том числе и музыкальных. С этой убежденностью Фокин впервые в жизни взялся за оперу. Любя и ненавидя, по его словам, Петербург, он вписал в узор его мостов и решеток историю любви, соблазна и гибели. Музыка Чайховского необъятна, она многозначна. В этой постановке Валерий Владимирович Фокин сделал акцент на мистической стороне, что, безусловно, есть в этой опере. Для Михаила Плетнева это также первый театральный опыт. Можно было не сомневаться, что он найдет в партитуре своего кумира Чайховского неизведанные глубины. Есть вещи, которые меня не шокировали, например, очень медленные темпы или сбивчивые темпы от медленного к очень быстрому и наоборот. Очень трудно словить его, это нужно очень много репетировать, наверное. Елену Образцову можно тоже причислить к постановщикам спектакля. Если она вносит предложение, с ним лучше согласиться. Если отказывается надеть придуманный художником парик, властную графиню не переубедить. ПЕСНЯ Премьерные показы – не основание для окончательного суждения о спектакле. Он набирает силу постепенно, соприкасаясь с дыханием зрительного зала. Чёрно-белая цветовая гамма с резко очерченными силуэтами героев, как ноты на партитурном листе. О событиях культуры в регионах и за рубежом вам расскажет рубрика «Культурный меридиан». А я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Добрый день на этой неделе. Осень царскосельская. По пушкинским местам с читательским билетом и страсти по Нобелю. 19 октября 1811 года – день открытия императорского царскосельского лицея. Учебного заведения, воспитавшего Пушкина, Кюхельбекера, Дельвика, Салтыкова-Щедрина и многих других выдающихся деятелей России. В честь основания лицея и его славных воспитанников проводится международный лицейский фестиваль «Царскосельская осень». Организаторам фестиваля удалось собрать в музее Александра Сергеевича целую плеяду поэтов, художников, артистов, музыкантов и ученых, причем представителей как старшего, так и юного поколения. Но в этом году не только у петербургских и нижегородских школьников и студентов, которым посчастливилось жить вблизи пушкинских памятных мест, есть возможность оценить все красоты осени, описанные в знаменитых поэтических строках. В течение всего года юные читатели областной Саратовской библиотеки, кстати, имени Пушкина, участвовали в творческих конкурсах, писали сочинения, эссе, исследовательские работы, стихи и прозу. И вот в октябре самые достойные получили заслуженную награду – возможность своими глазами увидеть Болдина и другие мемориальные и литературные музеи Нижегородской области. Домик сказок, музей героев повестей Белкина, Золотого петушка, место проведения литературных встреч «Лучинник». Программа поездки была исключительно насыщенной. Сейчас участники турне готовят творческие отчеты о поездке по пушкинским местам. Любопытно, что литературное наследие солнца русской поэзии не столь популярно на Западе, как, например, творчество Достоевского или Льва Толстого. Накануне в американских книжных магазинах появилось сразу два новых перевода на английский язык романа «Война и мир». При этом один из них короче оригинала примерно на 400 страниц. И это, отмечают издатели, может привлечь больше читателей, которых часто отпугивает толщина романа. В предисловии к новому, короткому изданию «Войны и мира», в котором нет пространных философских рассуждений и многочисленных отступлений Льва Толстого, переводчик Эндрю Бромфилд, оправдываясь, пояснил, что он работал с первой версией романа, утраченной в XIX веке и скомпилированной в 1980 году из разрозненных рукописей. Лев Толстой так и не получил эту премию. Впрочем, как и Август Тринберг и Генрих Ибсен. Сами шведы не могут простить академикам, что награда не была присуждена Астрид Линдгрен. Выбор лауреата Нобелевской премии по литературе традиционно вызывает как наибольший интерес, так и самые острые споры и нарекания в адрес Нобелевских комитетов. Так или иначе, но этой премии в 2007 году суждено было побить своего рода рекорд. Английская писательница Дорис Лесинг стала ее старейшей обладательницей. Престижную награду она получила в 87 лет. В мотивировке шведской академии говорится, что высокое звание присуждено литератору, исследующему нашу расколотую цивилизацию, за создание женского образа со скепсисом и правительской силой. Но британцы, не успев отпраздновать свою Нобелевскую победу, уже переключились на вручение в Лондоне престижных музыкальных наград. Накануне среди жителей Соединенного Королевства был проведен любопытный опрос общественного мнения. Лучшим музыкальным видеоклипом в истории поп-музыки признан ролик на песню «Богемская рапсодия» группы Queen. Он был создан для раскрутки одноименного сингла Queen и стал первым в этом роде дополнением к традиционному музыкальному релизу, который затем использовали многие другие исполнители. Группа должна была принять участие в популярной телепередаче BBC «Top of the Pops», но во время эфира музыканты выступали на гастролях, поэтому вместо их живого выступления был показан этот видеоролик. Клип на песню «Богемская рапсодия» по признанию многих критиков стал предвестником эры MTV, когда клип считается неотъемлемой частью творчества музыкантов. Так расположились на этой неделе культурный меридиан и звезды, дарующие славу великим. Всего вам доброго!